Всем привет, сегодня поиграем, короче, в Император Ром, второй, как видите, странная немножко игра, для моего канала, тем более, на котором, в принципе, выходили только всякие разные муды. В чем она состоит, в общем-то, кто не знает, кто не знает, что вот этот вот мир, как бы, он скопирован с реального мира, да. В сей швале моих критиков, моих завистников, вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. У нас, короче, тут всякие разборки внутри страны, то, что чуваки там что-то не делят между собой, и, возможно, у нас будет гражданская война, но это только возможно. Так, командиров, командиров назначаем. Наш чувак, это наш правитель, он пусть будет полководцем тоже. Тут, этот чувак, у него тут, он, у него нормальные показатели, пусть он будет адмиралом нашего флота. И сразу ставим, набираться людей. Ну, давай легкую пехоту, она все-таки как бы основа. Так, что у нас еще? У нас нет жены, вот это прикольно. Так, устроить брак. Ебать, конечно, выбор, да, большой, и своих сестер, как бы. Окей, давай, наверное, на вот этой. У нее воинское искусство большое, и у нее верность плюс вот это... И 17 лет, нормально. Оборона крепостей, и на айсу, у нее прям хорошие эти... Ну, окей, все, давай, вступаем брак. Так, и по нашим задачам. Окей, то есть у нас есть две задачи. Либо же нам... Объединять вот эти вот все странные возле Черного моря. Ой, блядь, ебать, тряснула. Возле Черного моря, короче. Ну, это все собирать. Но это будет сложно, потому что тут вот этой херней будет заниматься еще и вот этот Понт. Он тоже будет вот этим заниматься, и он будет нашим противником. Либо же Таврику, то есть, ну, тупо, короче, сделать Крымскую такую, блядь, империю. Окей, Таврика будет полностью под Боспорским контролем. Лучше разберемся пока с этими вот племенами. Со скифами, со скифскими племенами. Это что такое? На это, на собираются наши отряды. Окей, у нас тут какой-то, блядь, белый пух урос. Ну, нормально. Будем готовиться к войне с миотами. Вот миоты. Они как бы плохие, чуваки. Война в Греции. Там пизится, блядь, в Греции уже, наверное. Окей. Научный прорыв. Этот дурачок, антиалкид, алю, дай. Один из наших исследователей полагает, что находится на пороге научного прорыва. Нужно лишь подержать его еще и паралейдингами, материалами. Ну да, знаем мы таких, окей. Чтобы получить часть необходимых ресурсов, он обратился к властям. Он надеялся, что базилевс, спарток третий, спартикит, может предоставить все необходимое. Такая помощь плохо скажется на остальных исследователях. Но, возможно, игра стоит свеч. Баспортское царство получает плюс 85 военное достижение. Прогресс одержал. Позвольте продажные исследователи. Блядь, нахер так она. Не надо такое делать, в принципе. Предложение союза синдика. Синдика это вообще наш враг, по-моему, номер один или номер два. Окей, мы с ними союзничать, конечно же, не будем. Потому что он будет вместе с Меотией против нас воевать. А по миссиям у нас дальше идет... Смотри, короче. Меоти. Блядь, окей. У нас дальше должно быть либо же мы контролировать должны вот это вот, вот эти территории. То есть воевать с племенем Меоти. Либо же воевать с племенем... Со скифами, что очень плохо, потому что они блин жирные, они мощные. Либо же воевать с вот этими чуваками. Но мы этого не хотим делать. Нам нужно воевать с Меотами. Так что, чуваки, все, давайте. Гудбай. Что мы можем делать с наемниками? Блядь, какая гражданская война? Что такое? Гарапал Алекс... Окей, кто там неблагонадежный? Гарапал Алекс Рехин. Блядь, у него вот моя жена, это его соперник охуенно, да? Ну чё, пидорас, ты-то ты вздохнешь. Можно его казнить? Нахрен. Должен быть в тюрьме. Являться членом правящего рода. Выслать нахер его из стороны. Ее можно в тюрьму, в тюрьму посадить. Очень низкий. Потому что он сильный, и за то, что он... Блядь, продажный. Окей. Блин, я не знаю, что с ним делать надо, на самом деле. Еще есть второй дебильщик, это... Дима Леонт Алилудай. У него соперники, это... Моя сестра и чуваки еще другие. Окей. Можешь нахер просто... Отпустить. Отпустить. Кто они вообще такие априори? Это исследователь. Если мы им дадим полную свободу, то он... Просто улетит, нахрен, до конца игры. А Гарпал, он кто у нас? Исследователь тоже. Он дурачок. Какие, блядь, дети ученые начнут против нас войну. Нижарами не будут. Да не, нахрен, такой нужен. Мы потом с ним рассмотрим все, чтобы он по-нормальному вести дела. Окей, у нас теперь легкая пехота много. Это хорошо. Почему у нас убывает казнают-то? Минус 46. Налоги, содержание армии нас жесткое. Окей, нам нужно повышать эти налоги. Блин. Слишком жестко у нас армия, поэтому предлагаю все. Воевать, воевать, пошли на войну. Пошли на войну с этими чуваками. Бить войну. Взять провинцию Меоти. Показать превосходство. У противника есть также союзник. Это синдика. Сиракия. Ёпта. Ебать, эскифия, сука. Бля. Вот, конечно, мы попали, да. Конечно, мы попали жестко. Блин, а с кем туда воевать? Мы уж с этими, может быть? Блин. Very, very bad. Давай с этими, что ли, тогда заключим союз. Союзники, присаживание союза, давай. Все, короче, они так решили, и мы вступаем с ними в военный союз. Мы верим войну. Мы воюем сейчас с половиной просто нашего вот этого мира крымского. Вопрос, внимание, в следующем. Что нам, собственно говоря, делать? Эти пока что пусть займутся с Кифией. А мы свои огромные. Блядь, у нас денег вообще нету ни хера. Поведем армию, короче, пока в столицу вражескую. Но денег у нас нет, конечно, ни хера вообще. Вторжение селивки до воды. Фриги, да пофиг, пусть они там воюют, у меня без разницы. Блин. Что он сможет сделать? Стоп, стоп. Что он может сделать? Ну, может... П-п-п-п-п-п-п-переместиться, что? Окей, эти скапливают свои войска, но надеюсь, что эти вот нам помогут. Да. Девять баксов им не хватает. Наши чуваки дерутся с этим. Пустики, сейчас победят. победили че как блять они проебали в это повидно бои по их походке да но надеюсь что мы победим короче проблема в данном в данном случае в том что мы тупо не догоняем их на их 6 а вот у них как бы еще армия состоит это лучники конный лучник 2000 человек 4000 легкой пехоты у нас 2000 лучников 4000 легкой пехоты плюс 4 у нас как бы армия она круче при этом она мощнее и нам на более такая разнообразная тупо быстро и четко и нормально теперь у нас счет должен как бы по сути лучше стать до малин наши физики они развивали этого это видно олимпийские игры как вовремя город олимпия вновь принимают олимпийские игры это древняя традиция восходящая ко времена могучего геракла и радуется вся гресса окей кого из этих славных ответов мы отправим на игры того кто мне больше всего не нравится вот например дион алиодай он мне нравится потому что он у нас получается что нормальный чувак и короче нормально надо человек в принципе тоже нормальный но так до шансов победить больше наверно молодого ну что будет если мы кого-то про такие кто нам меньше всего ваша этот исследователь а этот просто кренита олимпийской короче просто чувачок давай пусть это будет кей не кренит все полетел окей он уйму то хорошо он скибался из державы которая сейчас будет захвачена ему хорошо вот просто война идет таким образом и они захватывают мои земли их опять освобождаю это максимально увлекательно у молодцы молодцы союзники хоть по захвату на из пакахами армия там ходят они в принципе пока соберутся там пока все сделать мы уже разграбим город нафиг пантикопей городские игры у нас война идет ну ладно наша столица пантикопей полным ходом готовится городским играм сейчас когда до начала игр осталось всего несколько дней и власти столицы обратились к нам за помощь не хотят сделать игры еще пышнее чем планировать изначально поддержав их мы заручимся еще большим уважением простого народа но без сомнения поддержки нам будет рады но денег нам тоже надо валять стабильность нам тоже нужно пожалуй это будет интересно ну да в принципе а ну да получается давай захватывать захватить пожил прошу тебя но это смерть мы в принципе сейчас без 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 армии неапольтаврический отойдет отойдет скифи и но короче мы принимаем мир по моему на таких условиях неапольтаврический при отойдет скифи и при этом патруя азара гиргинида окей мы по-крупному облажались мы обязаны просто принять этот мир потому что нам нам смотрит все ребят всем удачи всем пока давали до свидания